Добрый вечер, в эфире новости на Саха 24 в студии Павел Танин. В районах Якутии в выходные ожидается понижение температуры, метель и порывистый ветер до 22 метров в секунду. Управление ГИБДД рекомендует воздержаться от дальних поездок в эти дни и сообщает, что сотрудники госавтоинспекции будут нести круглосуточное дежурство на трассах Вилюй, Лена, Колыма. Спецфургоны, оснащенные всем необходимым оборудованием, накануне выехали в районы. Экипажи имеют при себе термосы с горячим чаем, чтобы в случае необходимости помочь согреться участникам движения, попавшим в затруднительную ситуацию на дороге. Также управление напоминает водителям, которые все же собираются в дальнюю дорогу, что перед выездом нужно проверить исправность внешних световых приборов и самое главное, известите родственников и знакомых о времени отъезда из дома и планируемом времени прибытия в пункт назначения. Возможности удержаться от дальних поездок. Не рекомендуется выезжать в одиночку на загородной дороге, особенно если маршрут проходит по малозаселенным районам. Если возникает крайняя необходимость, водители обязаны подготовиться к поездке. Прежде всего теплая одежда и обувь, телефон, запас горючего, продовольствие, подручные средства, позволяющие развести костер и дождаться помощи, если транспорт сломался или попал в аварию. Если двигаясь по загородной трассе, вы видите на дороге автомобиль, стоящий из-за поломки. Не проезжайте мимо. Остановитесь, окажите помощь, либо поставьте в известность администрацию или полицию ближайшего населенного пункта. Тем временем в Якутии при экстремально низких температурах воздуха специалисты испытывают морозоустойчивость и бесперебойную работу двух новых вертолетов Ми. Программой предусмотрено около 20 полетов при температуре воздуха до минус 50 градусов с погодными условиями, при которых возможно обледенение техники. Также планируется взлет на высоту до 2000 метров. Ми-171А2 – это многоцелевой вертолет среднего класса. Он продолжает модели Ми-8 и Ми-17. От своих предшественников он получил внешний вид, но имеет более 80 конструктивных отличий, в том числе и двигатель нового образца российского производства. Вертолеты будут использовать как в медицинских целях, так и в грузопассажирских перевозках. Мы сейчас находимся в вертолете, за бортом минус 40 с лишним градусов. Здесь мы очень комфортно себя чувствуем. Буквально 3-4 минуты и вертолет уже готов для приема пассажиров. Здесь получены все необходимые документы для подготовки и дальнейшего аттестации и сертификации данного вертолета. Число аварий погибших и пострадавших на дорогах республики растет. И зачастую причиной ДТП становится не только плохая видимость в условиях низких температур. В прошлом году в Якутии зафиксировали 1000 ДТП и столько же пострадавших. Погибло больше 100 человек. В 2017-м осложнилась ситуация с пьяными водителями и нелегальными таксистами. О последних расскажет Марьяна Кутукова. Восьмой километр Вилюйского тракта. Лобовое столкновение Хайса и грузовика ЗИЛ. Это вторая авария в этом году с участием водителя нелегального такси. В отличие от первого ДТП, где погибли два человека, в этой аварии пострадали водитель и трехлетний ребенок. Трагедию удалось избежать благодаря автокреслу. У нас более 20 ДТП допущено в 2017 году. По вине водителей, которые осуществляли перевозку пассажиров, не имея на то соответствующих разрешительных документов. И, к сожалению, у нас 10 человек погибло, в том числе два ребенка. Александр уже много лет работает таксистом. Ездит по маршруту Якутск-Майя. Нелегальных таксистов он не поддерживает, но понимает. Так как заниматься перевозками официально с каждым годом становится все дороже и сложнее. Налоги растут, различных требований становится все больше. Это невыгодно, поэтому таксисты уходят из индивидуального предпринимательства. Чуть что всегда виноваты таксисты. Например, межрайонные автобусы Дамайи не проверяют, как нас, когда как они перевозят пассажиров сверх нормы. Люди ездят стоя, а это намного опаснее. Сегодня проверки КИБДД участились. Таксистов проверяют на наличие лицензии, страховки и путевого листа. Кроме этого, досматривают транспорт, ремни безопасности, количество посадочных мест. Все должно отвечать требованиям. Очень много проверок у нас началось. Но я думаю, что водители сами по себе почувствовали это на себе, кто занимается перевозками. Потому что каждый день мы проверяем. Очень много машин, я думаю, больше 20 машин. То есть все заречные также здесь, которые в Вилюзскую группу, которые уходят в такси. Проверок в этом году меньше не станет. Работа продолжится во всех направлениях. В частности, по нелегальным таксистам, в КИБДД намерены добиться создания межрайонных рейсовых автобусов во всех направлениях. Марьяна Кутукова, Василий Слепцов, Георгий Григорьев, Павел Пахомов, НВК Суха, Якутск. В северные арктические районы Якутии доставили 160 тысяч тонн грузов. Это 25% от запланированного объема. Особое внимание уделяют Среднеколымскому району, особенно селам Свата и Салгытар, где в начале этой недели запасов угля оставалось на 10 суток. Сейчас там заканчивается пробивка дороги. В целом, открытие автозимников и повышение их грузоподъемности идет по графику. Первое свидетельство коллекторской организации выдали сегодня в Управлении судебных приставов по республике. Напомним, год назад вступил в силу закон о коллекторах. Согласно ему, заниматься взысканием долгов можно только после получения соответствующей лицензии. Подробности далее. При слове «коллектор» у всех возникают самые негативные эмоции. Впрочем, такая слава не случайна. Анна впервые столкнулась с коллекторами прошлой осенью, когда ей стали звонить с угрозами. Мы оплатили ежемесячный платеж в 5000 рублей, но оказывается сотрудник банка отправил другому клиенту. Мы об этом не знали и вдруг нам стали звонить с отдела взыскания долгов. Буквально звучали такие угрозы, как вот ваш сын в школу нормально ходит или нет, вы уверены в этом? Потом также, почему у него такое имя? И вот такие провокационные вопросы, которые нас довольно возмутили. Деятельность лицензированных коллекторов четко разграничена. По закону с прошлого года они не могут просто позвонить заемщику. Прежде должника должны предупредить заказным письмом с уведомлением о вручении. Личные встречи не более одного раза в неделю, либо не более четырех раз в месяц. Телефонные переговоры не более одного раза в сутки, но не более двух раз в неделю. При этом юридическое лицо не имеет права осуществлять взаимодействие с должником в ночное время. Закон запрещает передавать сведения о должнике третьим лицам. Под запретом шантаж, угрозы и уж тем более физическое воздействие. Требовать возвращение долгов должны в корректной форме и только те организации, которые получили лицензию и вошли в реестр судебных приставов России. На сегодня в Якутии такое право имеет только компания «Кондар Плюс». Это первое свидетельство, выданное в регионе коллекторской фирме. Мы покупаем цессию у банков. Нам предоставляют полный пакет документов, в том числе и паспортные данные, и кредитные досье. Это все передается в рамках именно цессии по договору уступки. И мы по этим договорам отрабатываем их. В прошлом году в Федеральную службу судебных приставов Якутии поступило 54 обращения. Большинство из них на кредитные и микрофинансовые организации. Пока мы никого не привлекли к ответственности, поскольку главной проблемой является невозможность установления лица, кто осуществляет такую незаконную деятельность. Как правило, звонят с каких-то непонятных телефонов. У нас отсутствует полномочия по получению сведений от операторов сотовой связи. Изменения в законе о работе коллекторов должны повлечь за собой главную перемену. Отношение населения к их работе. Оксана Устинова, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск. В мае в Якутске планируют провести фестиваль японской культуры Мацури. Об этом сообщил руководитель департамента по внешним связям Якутии Владимир Васильев. Он также рассказал об итогах работы в 2017 году. Одними из самых масштабных в работе ведомства стали республиканский конкурс «Будущий дипломат», визит генеральных консулов США, КНР, Германии и других стран, а также генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой. С последней Якутия подписала третий совместный договор о поддержке проектов региона по охране природы и образованию. Год завершился масштабными мероприятиями Дней Якутии в Санкт-Петербурге и Москве. Одним из основных результатов является принятие постановления Совета Федерации Федерального собрания России о содействии в социально-коммуническом развитии нашей республики. 22 января исполняется 80 лет нашему первому дипломату из народа Саха, Ивану Васильевичу Рожину. Но вклад его в развитие социально-коммунического развития республики очень большой. Правительство России распределяет дополнительные средства, которые зарезервированы в федеральном бюджете. Об этом сегодня сказал премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства. 14,5 миллиардов направят на повышение зарплат работникам некоторых бюджетных сфер. Таким образом продолжат работу по исполнению майских указов президента страны. Зарплаты должны увеличить врачам, медицинскому персоналу, учителям, преподавателям вузов, научным сотрудникам, работникам культуры государственных учреждений. В Алёкминске начались крещенские купания. Купель минувшей ночью осветил ей романах Фиадей. Несмотря на морозную погоду, желающих окунуться в холодную воду в городе собралось много. Кроме того, купель разместили в палатке, чтобы участники обряда не замерзали. Я уже не первый год купаюсь, уже третий раз. Очень нравится, ощущения непередаваемые. Прям чувствуется, что чистая становишься как будто бы прям. А вера, потому что я окрещеный человек. И поэтому без веры купель, я насколько знаю, не нужно входить. Параллельно с обрядом в Алёкминском соборе шла служба. К празднику храм украсили. Великолепная ледовая композиция передает сцену Рождества Христова. Похожие работы разместили возле купели и на главной площади города. Прямая взаимосвязь между длительными выходными и здоровьем населения, несомненно, есть. Традиционно первые дни недели наступа и наступившего года знаменуется авральный режим для медиков. 2018 в Алданском районе исключением не стал. Тему продолжат наши алданские корреспонденты. Острый психоз, алкогольная интоксикация, синдром Атмины. С такими диагнозами в Алданский психоневрологический диспансер 20 человек поступили только в течение первой недели января. Рабочие будни начались, но обращений в стационар по-прежнему немало. Помимо психоневрологических расстройств наблюдается рост терапевтических заболеваний и обострений хронических недугов. За вот этих 10 праздничных дней у нас обратилось только в приемное отделение около 297 человек. Обслужено 373 вызова скорой медицинской помощи. На 80% это связано, конечно, с употреблением спиртных напитков. И тут речь идет не о хронических алкоголиках, конечно, а прежде всего идет речь о нормальных обычных людях, которые решили отметить хорошо праздники. В январе не пустуют отделения реанимации и терапии. В первую очередь алкоголь и обильная пища наносят урон желудочно-кишечному тракту и сердечно-сосудистой системе. Медработники отмечают высокий процент отравлений, панкреатитов и панкреонекрозов, а также инфарктов и инсультов. В первые три дня обычно идут травмы, то есть различные последствия фейерверков. Дальше уже, как обычно, поступают уже терапевтические моменты. Еще одна связанная с праздниками беда касается увеличения травм. В большинстве случаев раны и переломы люди получают в состоянии опьянения, возросло число переохождений и отморожений. Чаще всего пациенты злоупотребляют спиртными напитками в такие праздничные дни. И, соответственно, чаще всего отморожения, это, конечно, конечности, пальцы кистей, кисти и стопы, нижние конечности. Большое количество случаев 2018-го алданские врачи относят к степени тяжелых. Зачастую за неосмотрительность и беззаботность приходится платить немалой толикой здоровья, а порой и жизнью. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан. На этом все. Хорошего вам вечера и до встречи. Продолжение следует...